Всем здорова, с вами Медвен, вы на канале Мысли Гейминца. И сегодня в этом ролике я бы хотел поговорить о такой теме, которая сейчас очень популярная, и о ней все говорят. Это нейросети. Сегодня я хотел бы поговорить о одной из популярных нейросети. Это Meet Journey, как он так называется. Короче, это нейросеть, которая генерирует вам картинку из того, чего вы смогли представить. То есть вы, например, написали текст, что вы хотите. Допустим, воображение включаете, страшное, что-то там, волк с пакетом, чего-нибудь там. И нейросеть вам делает картинки, которые вы, в принципе, и хотели. Так вот, я сегодня покажу, как это работает вообще, говно это или нормально. Но в основном говорят, что эта нейросеть говно, потому что она, в принципе, ничего нового толку мне не придумывает. Она все равно берет какие-то кусочки чего-то из интернета. Вот, новое она не придумывает. Но посмотрим, как вообще это все работает. Значит, вот их сам сайт. Чтобы, в общем, зайти, нажимаем Join the Beta, и вас должно будет перекинуть в Дискорд. Вот, в Дискорде вы заходите, открываете сам, получается, сам этот канал. Ничего проходить не надо, просто все закрываете. Там верификацию пройдите, что вы не робот и все. После чего заходите в любой вот такой вот новбис, в любой вообще новбис, 159, 180, 129. Неважно, короче, я вот так, ну, посмотрел. И давайте вообще посмотрим, что тут есть. Вот, например, пацан написал, да, мне нужно так-то, так-то с таким-то текстом. Вот ему выдает что-то, какую-то вот фотографию тоже, да, нейросеть ему делает. Вот, вот какая-то фотография, вот утенка попросили. Ну, качество, я вам скажу так, бомбическое. Вот, что здесь очень хорошо, так это качество. Качество вообще супер. Такие есть фотографии. В общем, вы можете выбрать, в принципе, что угодно. Логотип своему там будущему магазину. Что еще там? Ну, вот, например, логотип вашего магазина, вот такой, да. Аватарку в Дискорд вы можете себе выбрать. Вот еще что-то люди делают, каких-то ведьм, какие-то старые, что-то вообще непонятное. Вот, например, собачки вообще, да. Ну, качество офигенное, реально. Всякие статьи можно так делать. Вот, опять же, аватарка в Дискорд. Тоже интересное. Это скрещение... Ну, короче, тут можно много чего делать. Реально много чего. Я одну аватарку, кстати, уже делал. Сейчас я вам покажу, если она осталась здесь, конечно. Я, короче, вот. Я написал страшный волк с ножом в руке, там, в какой-то страшный фон. Вот. И, короче, выдал мне такую картинку. Но ее можно, в принципе-то, переделать. Вот, например, давайте четвертую нажмем. И она нам переделает картинку 4. Должна, по сути, переделать. Сейчас начнется у нас вся эта система. Пока просто ждем. Из-за того, что очень много народа пользуется этой нейросетью, все потихоньку так, так скажем, потупливает. Так, а она меняет где? Там? Получается. Нет, ничего она не меняет. Ну, готовится к старту, ну. Вроде ничего и не менял. Так, ну ладно, давайте новую картинку попробуем создать. Значит, мы простым текстом пишем просто слэш. И вот. Имогайн, что-то там, промпт. Вот это, короче, пишем. И должны придумать описание нашей картинки. Все посоветовали, типа, пишите не на русском, пишите на английском. Давайте, например, что мы можем написать. Ну, что, например, можем написать? Вот что такое необычное. Давайте, какой-нибудь инопришленец. Что-нибудь такое. Пусть будет в открытое поле, да? Например, так. Вокруг головы летают планеты. Например, я представляю чего-то. Инопришленец. Он находится в поле. Вокруг его головы такие сферы летают. Что-нибудь такое. Вот интересно, сможет или нет. Летают планеты. А что можно еще придумать? За небо с звездами. Детали. Полная обработка деталей. Вот так, чтобы... Ну, что мы хотим. Так. Например. В руках что будет? Кнопка ютуба. Текст. Давайте будет... Мистер Эдвин Бро. Вот так. Так напишем. Посмотрим, что он будет нам выдавать. Просто посмотрим. Мне самому просто очень интересно, что же он сделает. Короче, я загадал такую примерно картинку. Инопришленец стоит на поле. Сзади у него звезды, короче. Вокруг его головы летают какие-то атмосферы, ну, сферы, планеты, что-нибудь. Вот. В руках у него кнопка ютуб. И текст там, например, маслягеймится. Ну, посмотрим, что. Это мой? А, это не мой. Подождите, это не мой. Мой будет попозже, да? А то он думает, какой слоник. Я же не на пришленца выбирал. Во-во-во-во-во-во-во. Вот-вот-вот-вот. Ну, слушайте, так-то идея... Блин, я вам скажу так. Красиво, пипец, как... Вот, просто пипец красиво. Реально говорю. Мне очень нравится. То есть, идея реально прикольная. Вот это я больше представлю. Видите, планета, тот инопришленец, поле, звезды. Ну, это прям... Вот. Как бы, знаете, что я вам скажу? Хорошо. Дело это реально прикольно. Типа повеселиться можно там, да? Но я в этом более чем уверен, что это он не сам рисует. Это по-любому где-то, может быть, уже было. Вот в этом прикол. Потому что все говорят и даже сравнивали, находили картинки, которую он генерировал вроде бы как сам, но это уже есть. Вот. Но делает реально классно. То есть, типа, просто по приколу сделать себе какую-нибудь картинку, например, ну, ту же аватарку, да, в Дискорде поставить новую хотите. Вот вам. Делайте, придумывайте, да и ставьте. Тут вот люди разные картинки делают. Видите, вот такие, такие. Вот. Тут какие-то логотипы придумывают, там, не знаю, стикеры. Ну, короче, просто веселятся. Вот. Так что на этом все, ребята. Мое мнение о нейросетях. В принципе, тема прикольная, но не долговечная. Потому что все это где-то было стырено. Вот. На этом все. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.